Девушки отдыхают Собака не остановится после серебряной После медной можно, как я вам и говорил Если бы вы... Сначала медная собака Она монет простых источник Избавит от нужды владельца Коль сможет он остановиться Медная собака Вибродающая собака Закроет дымом горизонт Огниво Скорее туда Почему тебя никогда Леска затынул И в темной зависти Утонет огниво Жалкий обладатель Пока не вызовет собаку Огнем Разящую вокруг Заткнись, Упс Где бы теперь увидим этот пожар Хороших людей нет Полно И гончар самый лучший Чем же он лучший? У него деньги есть Слава Власть Не нужно ему это Это всем нужно И гончару, и королеве Все люди одинаковы Неправда Сияньем золото поглотит Его безудержная алжность Деньгами станет он питаться Ну а без них он В расуке Он умрет Какая глупая девчонка Последняя Огниво тайна Еще тайна Мокленные собаки Они спалят все вокруг Тайна В чем? Вспоминай Что еще может случиться? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты найдешь простор земли Улетай в печали горе Широка и богата земля русская Особенно край наш родной Муромский Князь Павел правит в нем Мудро и справедливо На зависть многим А где зависть Там, как водятся мысли черные Да дела злые Господи, помилуй нас Помоги отвести беду от земли нашей Ты что, дедушка? Кому ты кланяешься? Тебе, милая От всего народа в благодарность За силу твою светлую И дар небесный Людей исцелять Да все по Божьей воле Предсказание есть, дочка Беда на Муром надвигается И только ты помочь можешь Позволь, пособлю, княже Рано В самый раз Слышали? Князь Павел в поход пошел Как пошел? Не справятся они без меня Князь Павел Влас, подождите Чудища, на морской Я же летательную машину Вам не показал О, баски напугал-то как Без нее не победить Ну что, Фома Привез машину? Да привез, привез Но сначала, князь Петр Позволь познакомить тебя С женушкой моей Милой Дуняшей О, и правда Вот так ладно А сам-то, княже Когда женить себя думаешь? Петр? Княже? Да на ком жениться? Где отыскать достойную руки моей? Где? Разве что в царьграде За аварем Царьревну византийскую Так что не судьба Мне под венец идти Этак ты Никогда у нас Княже не женишься Почему же? А вот когда Снег летом выпадет Тогда и суженая моя Сама объявится Дедушка Ну почему я? Ты единственная Кто может князю будущему помочь А стало быть И княжеству Муромскому Но для этого тебе Обвенчаться с князем Петром надо Сила ваша В любви и в вере Но я же дочь Древолаза А он князь Самой свататься? Не хочу срамиться Почему ты такая упрямая? Нам пора идти Это судьба твоя Нападем на змею Прямо в его логове Как думаешь, воевода? Княже, здесь бить змеюку Не лучшая идея Как-то тут темно Неуютно, что ли? Погибну, но змея с собой заберу Не дам ему дойти до нашего княжества А народ сказывает Будто у Идалища Поганова Не одна жизнь А целых три Вот так И с первого раза змея этого Никому не убить Да хоть и три Все одно Не вечно А ежели со мной что случится То я в Муроме Петра оставил Он справится Дрослый уже Но! Но! Берегись, чудище! Слава Богу, успел Павел, смотри, что тут Я же тебе велел в Муроме оставаться Или мое княжеское слово тебе ничто Вон он! Смотрите! Летит! Летит, змея Прости, брат Ребята! Держите! Смотри, огромный ты какой! Дружина, все по местам! Летят! Летят! Сейчас, моюах! Только держитесь, ребятушки! Запкнуть цветы! И готовиться! Ну, не подведи Тяните! Все за мной! Летят! Держись, Петр! Держись, Петр! Держись, Петр! Держись, Петр! Давай! Ура! 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 Слава Бабу! Ура! Слава Бабу! Не по зубам тебе нечисть, княжество муромское! А хороши трофеи! Бросим его здесь! Нет зачем в муроме народ пугать! Ну что, брат, закатим пир, когда вернемся? Конечно! В честь твоей свадьбы, а? Да молод я еще! Когда оно будет? Змея Поганова убил, можно и жениться! Да ладно тебе, Павел! Это ж ты все сделал! Если бы не ты, ехал бы сейчас с муром мешочек с моим пеплом, а не я! Змеи борются! Эй! Да что вы так плететесь! Давай живее, молодцы, а то в пути застаритесь! Эй! Эй красавчик! Эй! 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 Как же так? Такой отважный воин змеи борец и вдруг испугался маленького зайчишки! Эй! 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 А есть примета, на что упал, то и болеть будет. А ещё есть примета, змей трёхглавый поперёк дороги. И кто ж тебя замуж-то возьмёт, такое умное? Да не беспокойся, есть у меня уже мой суженый. А тебе всё дорасскажи. Ох, не завидую я ему. Ну а как звать-то тебя, красавица? А зачем тебе? Ты ведь князь. У тебя своя дорога. А у меня своя. А откуда ты, красавица, знаешь, кто я такой? Эх, проглядел. А теперь гадай. Ещё увидимся. Рано радуешься, князь. Да, рановато. Ты забрал у меня только одну жизнь. А я заберу у тебя всё. Муром отдашь. Решил змей поганый тайно в Муром пробраться. Зло своё сеять да людей искушать. Эй, ты, девка! Далеко до Мурома. Кому далеко, а кому и сто вёрст, не крюк. Бывало там? Да, случалось. Путь-дорожку покажешь. Негоже как-то в берлогу соваться, ежели сам не медведь. Ишь, смелая какая нашлась. Я без приглашения в гости не хаживаю. Ну так я тебя заставлю, если не хочешь по-хорошему. Ой, бедненький. Не шутка мой. А я тебя вылечу. Подходите, пирожки с крольчатиной! Живодёра, морковку есть надо. Весь княгиней, молодым княжичем и боярами едут. Героида преданная дочерям выбирать будет. Да что она куда прёт? Ариша, Мариша, я вам новые ткани привёз. Все женихи вашими будут. Вот ещё полюбуйтесь. Опять старьё приволок. Бабки своей подари. Да как же? Я не захотел угодить. Княжич, Пётр, постой. А, княже! Бери мечи. Барк, смотри. Каприветствую, унысиятельниче, наша княгиня. О, доступочнелище к нам. Княгиня. Дозволь сделать княгиню скромной, но очень красивой подарок. Ага. А, прошу, примите чудо далёких морей, несравненные княгине. Это изумруды. Ни к чему это, Анна. Но почему? А разве мне оно не к лицу? К лицу, к лицу. Но как-то не по сердцу. Ты что, скажут бояре наши, что княгиня от соблазна удержаться не может. Анна, пойми, скромность, вот твоё украшение. Благодарю, но княгиня не может принять столь щедрый дар. Как гальпи, пахнешь от всего сердца. Значит, ожерелье захотела. Будет тебе подарочек от меня. Отказал при всех. А что плохого в том ожерелье? Разве я не достойна его носить? Ведь я княгиня. Павел только о народе и печётся. А мне ни одного дорогого подарка не подарил. Ах! Что это? С резинкой княгины будет тебе ожерелье, Анна. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Павел, ты все же купил. 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 Ну и где этот лоботряс? Тома! Павел, меня кличет. Павел, ты все же купил. 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 Как? Да кто же он такой? Кто бы он ни был, а наши мечи перед ним бессильны. Даю тебе слово, брат. Я добуду нужный меч. Княже, а то батюшка знаю, что именно ты настоящий князь Муромской. Будешь верно слушать, героида? Получишь все, что пожелаешь. А ну, дорога, дорогище! Беги, дорогу, княжище! Господин желает выбрать меч? Из лучшей дамасской стали. О, выбор у меня велик. Это лучший мяч. Давай другой! Другой! Еще! Давай другой! Знаки так хорош, ваш хваленый Булат. У всех уже оружейников побывали. Да потому что не там ищите. Кто ж там такой всезнающий? С твоим великим делом ни один обычный меч не справится. Шел бы ты по-добру, по-здорову. Влас, не шуми. Дай ему сказать. Дабы одолеть тебе змея-ворога, ищи меч богатыря-змееборца. Агриков меч. Враки все это. А может быть и нет. Может, это наша последняя надежда. Ищи меч богатыря-змееборца. Агриков меч. Расскажу. Что-то хотел сказать и забыл. Забыл. Помощь мне твоя нужна. Испытание одно тебе будет. Дай Петру проверка. Ведь только милосердному меч в руки ляжет. Где же нам искать этот Агриков меч? Петр. Ну, несколько дней и ночей в пути. Ну, пора уж домой возвращаться. Что? Я что хочу сказать. Нет на свете такого меча, чтобы разрубить все это зло. Теперь вот какой-то Агриков меч ищем. Сейчас я укушу кого-то. Ну, наврал старик. Я брату слово дал в лас. Ах, тяжко. Тебе придется княже? Петр. Нет никакого Агрикова меча. Послушай его, княже. Лас сделала, говорит Петр. Надо возвращаться. Княже, домой уж нам пора. Ну и возвращайтесь. Я вас тут не держу. Без тебя? Без тебя? Да как можно, княже? Нет, Петр, с тобой до конца. Ой, час, мой час. Час, Бурундука. Хорошо. Тогда пусть случай нас рассудит. Условимся. Если я попаду в Бурундука, значит нет никакого меча. Ну, а если я, то будем искать дальше. Ты готов? Угу. Не промахни, ух! Уж Zoom. Уж throttle кофер. Уж cola кофер. Только милосердному меч в руки ляжет. Испугался, маленький. Беги! Агриков меч. Нашел! Смотри, брат. Вот он меч. Я свое слово сдержал. Ты это видел, Павел? Да что ж такое-то. Смотри. Один лишь пепел. Хватит. Держи. Меч нашел своего хозяина. Я ж говорил, странное дело. Никто его из ножен вытащить не может. Только мне этот меч поддается. Не упрямься, Анна. Ты же этого хотела. Я сделаю тебя самой богатой. Будешь ходить в соболях и изумрудах. Мы будем жить в белокаменном дворце. Только поцелуй, Анна. Нет, Павел. Ты же знаешь, что твой меч бессилен против него. Это моя битва. О, Петр. Неужто старший брат не рассказал тебе, что я не победим? Но если желаешь сразиться... Но если желаешь сразиться... Агриков меч? Как ты нашел его? Павел! Аннушка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однушка. Спасибо. Испешно! И все окружены! И как ворох напал! Слава богу, все позади. В одном помоги. Вот эту колдовскую дрянь спрячь под самый крепкий замок. А там посмотрим. За мной. Кровь змеи поганого. Рано радуешься, Петр. Кровь моя смерть для всех. Найти мой амулет. В нем вся моя сила. Помоги мне, Ираида. Обещаю, я сдержу слово. И ты получишь все, что только пожелаешь. Хм, а не врешь? А не врешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, слег наш, князь Петр-то. Говорят, совсем он плох. И долго ему осталось. Моя кровь яд для него. А ну-ка, жатсель! А с Павлом я уж сам поквитаюсь. Как только силы вернутся. Объединимся, служить тебе буду. Мне нужен мой амулет. Да как же мне до него добраться? Все ж догадаются. Придумай. А где Агриков меч? Не тревожься. Он в надежном месте. Павел приказал. Странная болезнь. Князь Павел! Княже, ничего ему не помогает. И никакие снадобья от местных знакарей. Вообще ничего. Тогда найдите тех, кто избавит его от этой напасти. Послать гонцов. Найти лучших лекарей. Ага, все понял. Обещайте любую награду. А можно Фома тоже поедет? Фома? Ну, а чего? Петр все-таки мне, ну, это, как брат. Попробуй. Тут давящая одна знахарка. Видала сон про деву. Будто она Петра исцелить может. Но путь туда не близкий. В княжество Рязанское. А живет та дева в деревушке Ласково. О, слава богу, добрался. Ну и дыра. Фух. О, а с этим-то что? Мне только спросить. Капельку возьми, бескорыстная душа. Ох, спасибо, милая. Вот помогла. Помогла старухе-то моей. О, а я уж и не верил. И ведь как? Не взяла же ничего. Господи. Прошу, дай ей только жениха хорошего. Ага. Господи. Дай ей, жениха. Жениха. Здравствуй, проходи, Фома. А как тебя... Феврония меня зовут. Скажи, князь Петр совсем плох, да? О, да. Быстро до вас слухи-то доходят. Ну да ладно. Чем помочь ты ему, хоть знаешь? Что тело его излечит, знаю. Только это ведь пол-дела. А, вот и про что. Цену набиваешь. Нет же. Я с молитвой живу на этом свете. И могу князю Петру помочь. Но он должен сам сюда приехать. Ух ты какая! Чтоб князь Петр, да к тебе! Должно мне рядом с ним быть. И только тогда, с Божьей помощью, к нему полное исцеление придет. Да чтоб Петр! Да на тебе женился! Ха! Да он и на византийскую принцессу даже не оглянется. А это не твоя забота. Твое дело маленькое, но важное. Слова мои ему передать. Ты еще указывать мне будешь? Ха! Ишь ты! Княгиней она стать захотела! Ха! Принцесса Бурундучья! Скорее снег летом выпадет! Вот ты сиди в своем лесу. Как-то смерть уже у сердца больного, то я тут бессилен, княгиня. У него побывали лучшие врачи. А вы самый лучший! О, простите меня. Я думаю, что любые лекарства здесь бессильны. Дуняша, вот и я! О, явился не запылился. Как раз очень запылился. Это ты-то запылился? Проголодался. Нет уж, это я запылилась тут. В этом душном чулане. Обещал ведь хоромы. Да все вы одинаковые. Это-то о чем, а? Да о племени вашем бабьем. Надо же, говорит, вылечу. Только пусть, говорит, женится на мне. Условия ведь. О, князю. Это ты про кого? Да, про февронию эту, странную, изласковую. Ну, та, что молитвы исцеляет. А князю Павлу ты про эту февронию сказывал? А, и еще чего. Ну и балда же ты у меня, Фомушка. Фомушка мой. Все силы свои положил, чтоб только разыскать ее. Несколько ночей не спал. Голодал. Это все, Дуня. Жизнью рисковал. Жизнью рисковал, между прочим. Ладно, на. Ох, не доедет, Петр. Ой-ой-ой. Совсем же слабенький. Трогай. Сдается мне, что это последняя надежда. А-а-а. 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 Меня нет. Я... Я кушаю. Накрымался, сердечная. Морковь, убожь? Значит, намазался вот этим. И всё? Да. И его хворь быстро пройдёт. Ха! И это всё твоё лечение? Тело, да. Мась вылечит. Но чтобы его душу исцелить, я всегда должна находиться с ним рядом. Иначе полного исцеления князя не будет. А ты передал Петру мои слова? Ну, а как же? Куда я денусь-то? А женили вы меня за моей спиной, значит? Вижу, что отвар мой помог. Но банька уже истоплена. Ждёт тебя, Пётр. А ты знаешь что? Пока я буду в баньке, садки мне рубаху из этого льна. В ней я и пойду с тобой на венчание. Ладно, договорились. Ну, а ты тогда, пока я весь лён расчешу, смастери мне вот из этого полена хорошую прялку и веретено. Из этого прялку? А ты уверена? А из этого льна рубаху. А я ведь, я ведь где-то тебя видел. Ну так давай вспоминай. Пётр, змеи борются. Так это ты была тогда в лесу? Да уж не ведьма ли ты? Я слышал, что варят они своё зелье из зайчих лапок. Ты прав. Услышать можно всякое. Да не во всё верить нужно. Ну да. Небось приколдовала меня тут своим зельем. А то я что-то насмотреться на тебя никак не могу. Может, это потому, что я тебе по сердцу? А может, ты сама в меня влюбилась? О, это ж меня. Быть может. Тогда быть может. Поцелуешь меня? А вот повенчаемся, тогда и поцелую. Но для этого нужны два кольца венчальных. Колечко простое. До слова, княжеское. До слова, княжеское. Льёт с небес веренье песню грустную. Ты так далеко, но сердцем я не одна. Как же жизнь теперь с этим чувством в дуке. Всё лишь потому, что знаю я. Ты свет моих глаз. И как пламя от свечи Освещаешь путь в ночи. И я иду к тебе. Ты свет моих глаз. Мы с тобой обручены И судьбой повенчены На небе и земле. Пусть моя любовь хранит тебя от зла От бед и потерь И от мирских невзгод Я всегда с тобой Как в руке рука Всё лишь потому, что знаю я. Ты свет моих глаз. И как пламя от свечи Освещаешь путь в ночи. Никто не верил. А вон как вышло. Полюбил князь Муромский простую дочь Древолаза Февронию. Но чтобы любовь молодых окрепла Были посланы им испытания на верность И на твёрдость слова княжеского. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Вот так-то, княже. А мне-то говорил, что и на византийской принцессе Никогда не женися. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А сам уже невесту выбрал. Но нам же ведь в Муром пора ехать. Да, ты прав. Я же брату слово дал сразу же вернуться. Что ж, слово надо держать. Вот, держи. Я плату не беру. Это ж княжеский дар. Он от чистого сердца. Передай ему. Не беру. До встречи, Пётр. Давайте живее. Пум-пру-пум-пум-пум. Долго сказка сказывается, да недолго Петя женится. А мне говорил. Ай. О, гляди на небо, князь. Что? Что, что? Снег уже идет. Что? Не видишь? Не вижу. Вот и я его не вижу. Ты же сам сказал, что женишься, когда снег летом выпадет. Ну, а что мне из другой стороны особенного? Забудь ее. А кольцо ее выбрось и все. Знаешь что, Фома, помолчи-ка. Без тебя разберусь. Наконец-то. Петр, ты здоров? Она тебе помогла. Вот так чудо. Ку самой смерти вырвало. Так чем же ты отблагодарил Февронию? Все потом, брат. Слаб я еще. Устал с дороги. Ладно, все верно. С дороги отдохнуть хорошо надо. А завтра начнем дела важные разбирать. Выздоровел-таки. А ты что плохо видишь? Да я Петре... Исцелила его та девка из Ласкова. Где мой амулет узнала? Спрятан в хранилище. Вот только ключ от него князь Павел всегда при себе носит. Так достань его мне. Княже, княже, а про колечко ты решил смолчать? Да в своем ли ты уме? Чтобы князь на простолюдинке женился? Ты не переживай так, а. Ну было бы из-за чего. Какая-то там Феврония. Ну и что? Подумаешь, княжеское слово тоже мне. Сказано, хватит! Все, 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 все. Не, никто ничего не скажет, князь. Никто об этом не узнает. Пошел! В облаках, как в синем море, ты найдешь пустырь земли, улетай печаль и горе. Прощай, мою ласковую. Как там мой Петр? Указы, брат, не по своей прихоти писать надо, а по нуждам народа твоего. Пожалуйста. Обо всех помнить. И за исполнением следить должно. Вот, взгляни-ка, князь. Налог сработали новый. Да не соберем. Взгляни-ка. Как тебе новый налог? С каждой животиной по копеечке о казне доход. Что скажешь? Не разберу ничего. Буквы на листе пляшут. Дай-ка. Казна муромская должна не с поборов нищих людей расти, брат, а только с богатств наших. Ведь что такое мой указ? Указ — это надежное слово князя. А княжеское слово — это закон для всех. Прежде всего, закон для самого себя. Ведь слово князя покрепче Булата будет. Слово даю. Обещаю. Колечко простое да слово княжеское. Пётр, что с тобой? Значит, та целительница из Ласкова тебе так и не помогла? Обманула? Нет. Это я её обманул. Мы с Февроней обручились, а я от неё отказался. Так. Вот оно что. Да уж, другую жену я тебе видел. Ожидал, что твой союз муром укрепит. Но чтобы мой брат нарушил своё слово, как бы там ни было, ты будущий князь и должен сдержать обещание. Пётр, это твоя наречённая пишет. Она сама зовёт нас на свадьбу. Венчаться хочу в родном моём храме. Хоть он не велик и не богат, княжеских пышностей не хочу. А как же без пышности? А гости? А как же пир? Для всего мурома. Это ещё не всё, слушайте. Да возьмите с собой что потеплее. Если снег пойдёт, замёрзнуть можно. Как же так? Но на дворе-то июнь? Правда, странно это. Но вот что, венчайся, как она просит. В этом я уступлю. А пир должен пройти в муроме. Точка. Снег. В самом разгаре лета. Пётр-то венчаться едет. Павел велел и нам всем собираться. Тебе здесь остаться нужно. В хранилище его проникнуть. Всё равно без ключа туда мне не попасть. Да и князя ослушаться я не могу. Все отношения попорчу. А нам это сейчас ни к чему. Господи, дай силы брата моему Петру. И да будет жизнь ему дана на добрые дела. Услышь меня, Господи. Тоже мне невеста сыскалась тут. Ни рода, ни племени никакого. Это ж надо нас, знатных людей, в такую даль тащить. Что за свадьба в такой спешке, спрашивается? Эх вы, глупые клуши, так в девках весь свой век и будете сидеть. Невыгодный этот брак. Откажись, княже, пока не поздно. Если князь слово свое не держит, то позор ему на всю жизнь. Позор в наше время выгоду свою упускать. Потерпи, Петр. Скоро уже доберемся. Стой! Когда снег летом выпадет... Тома, укрой Петра получше. Ты лежи. Сейчас, Петенька, сейчас. Только попону потеплее найду. Я мигом, мигом! Вот и сбылось пророчество. Повенчались перед Богом и людьми князь Муромский Петр и простая девушка Феврония. Ты свет мой глаз и как пламя от свечи освещаешь путь в ночи и я иду к тебе. Ты свет мой глаз мы с тобой обручены и судьбой повенчены на небе и земле. На небе и земле На небе и земле На небе и земле На небе и земле Ты свет моих глаз на небе и земле Посталовать ко двору княжескому! В Рязанском лесу на опушке Жила непростая лягушка Ходила молва у народа, Что, мол, она знахарка и недотрога Но всё изменилось мгновенно! Когда вдруг Петру стало скверно, Она его излечила И князя себе ужья получила Вот вам и лягушка с опушки! Царевна, скакнула простушка! На свадьбе народ веселится, А кто-то от злости готов удавиться! Ты слышала сказку, наверное? Про ту лягушку-царевну! Ох, и я вам скажу, ребятушки, Смеётесь вы зря над лягушкой! Неплохо бы вспомнить скорее, Чем кончилось всё для Гащея? Ха-ха-ха-ха! Умна, быстро и на язык остров! Пойдём, пока не поздно! Съедим хвост и трах! О, ну и вкусы у княжны, ну и манеры. А как иначе-то в своей деревне отродясь, ничего вкуснее хлеба не ела. Ты глянь-ка, а молодая ты крёшки со стола собирается. Это не как-то странная, это не как-то странная, странная, странная. Кому крошки, а кому и угощение. А ты знаешь, Пётр, наконец-то я спокоен за тебя. Ох, не спеши, мудрый наш князюшка. Я убедила князя, что нужно стену срочно подлатать. Да, ведь уже и мостки поставили. А Павел как раз мимо них к себе и проходит. Сделал, как вы и сказали. Вы знаете, что надо делать, детки мои. Анна? Анна, ты здесь? Анна. Разбился князь Павел, и вот он, наш ключик-то. Кто здесь? Странно, Павел его всегда при себе носит. Как чувствуется, ишь ты, ведьма. Павел. Что тут? Князь Павел. Павел, что с тобой? Погиб наш князь. Без Павла жизнь не мила стала, решила в монастырь уйти. Да уж, сейчас её уже ничто не держит. О, смотри! От хранилища ключик-то. Теперь будет Пётр править. Прощайся, Брони. Ох, неспроста всё это случилось, неспроста. Да, вот и я об том же думаю. А случайно ли мудрый князь наш Павел погиб? А может, это всё знахарка обстряпала? Да, чтобы сразу всё к рукам-то прибрать. Пётр-то совсем ещё неопытен, чтобы самому княжество муромским править. Согласен, советники-то ему понадобятся. Вот и началось наше времечко. Доказные не допущу! Между прочим, наш род самый древний в Муром. А почему их два? А вот почему. Ведьму в советники взял. Вот и мы так же думаем. Неужто простолюдинка нам, боярам, приказ отдавать будет? Княгинюшка, прости, что потревожили тебя по такому пустяку, но покрывалые перины во всём тереме совсем уж старые. Тут купцы парчу предлагают. Красота! Вы только гляньте! Роскошно! А прикажите казначею средства мне выдать, и я сама-сама за всем прослежу. И на платье всем ещё достанется. Рот закрой! Я думаю, что перин тюфяков с катертей в тереме хватает. Да и крепкие они ещё. А казну на придуманные нужды тратить не гоже. А я так тоже думаю. Мне нужно идти. Займитесь делом. Ничем нам её не взять! Просто ведьма какая-то! О! Княгиня! Ведьма! Точно! Ты, конечно, прости меня, княже, но знаешь, что в народе о Февронии говорят? Что княгиня молодая. Оборотень. Да, да, именно так. Говорят, что ровно в полночь заяц Февронии оборачивается чёрной кошкой. Горлица становится ступой. Её бурундук метлой. А сама Феврония превращается в старую ведьму. И что летает она по ночам над княжеством нашим. Все и везде расторы. Ежели у кого что плохо, то люди её винят, князь. Ой. Вот растёпа. Люди разные говорят. Или вы думаете, что в полночь меня превратили в дубину и я уже не ваш князь? И как же она может раздор сеять, если всю жизнь людей исцеляет и даже копейки за это не взяла? О, какие же болваны безмозглые. Ничем Февронию эту не взять. Ой, ведьма. Неспокойно вокруг Мурома. Пора собирать послов. Да, я тебя понимаю. При Павле помню, всегда до полуночи не спали. Готовились? Не переживай так, я справлюсь. Устроим послам настоящий пир. Я приготовлю самые лучшие яства. И за всем прослежу. Нет, не гоже княгине на кухне толкаться. И всё же, дозволь. У нас сладные стрепухи, не посрамят, я знаю. Пётр, но только разок. Обещаю, не пожалеешь. Это такое событие. Ну да, а потом представим тебя послам заморским ещё как чудную кухарку. Жену. И тогда весь мир узнает, какая в Муроме прекрасная княгиня. И какой здесь мудрый князь. Да и послов-то сама ведьма готовить будет. Совсем спятила. Матушке скажем, а насос миху лопнет. Ну что ж, поглядим, как послам заморским твоя стрепня понравится. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Значит так, я отвлеку нашу знахарку, а вы добавите вот это незаметно. В медовуху, в медовуху. Ой, мои девочки. И в главные блюда для послов тоже не забудьте. И ничего не перепутайте. Княжеское не трогать. За Муромского, за Петра! Полного счастья молодым! Разница какой! За красавицу Февронию! Что приготовила нам эти чудесные блюда от всей своей души! Спасибо! Угощайтесь! Сегодня особый день! Спасибо за добрые слова! Ой! Чего? Больно, больно! Ну что, Феврония-целительница? Ох, не сидеть тебе более на троне-то княжеском! Позволь мне помочь им! У меня есть все, что нужно! Вот она! Отравительница! Не подходи ко мне! Не подходи! Все послы заморские грозят соотношения с нами разорвать! Считают, что мы это все со злым умыслом! Князь! Мы окажемся в кольце врагов! Мы ж разоримся! Где теперь деньги на казну брать? Все верно! Нужно делать выбор, князь! Все бояре в одну дуду! Вот и грамота готова! Дело-то серьезное! Верно! Все ее подписали! Не гоже князю нашему закон нарушать! Хорошо! Все по закону будет! Такова наша воля всех бояр муромских, уразумевших, что сие должно быть беспрекословно исполнено, ибо закон того требует! Княгиня Феврония, по законам княжества Муромского ты должна покинуть город! Ну-ка! Я дал обет перед Господом! Никогда не разлучаться с женой! И слово свое сдержу! Если Феврония не по нраву, ищите себе нового князя! Князь уходит! Любовь, ты сильнее власти княжеской! А ну-ка, глянь! А ну-ка, глянь! Все в тронном зале, говоришь? Какая удача! А вас уж не было, когда мой прабратик во внук устроен! Да за мной вся дружина муромская! Зато мой род самый богатый! Докажи! А может... Это мой трон! Власть по праву! Я знаю, чего вы хотите! И могу дать вам все это! А ты еще кто такой? Я? Я ваш новый князь! Я золочу каждого! Деньги потекут к вам! Больше никто над вами законов! Ни человеческих, ни божьих тем более! Для вас есть один закон! Кто сильнее, тот и прав! Человек рожден для удовольствий, а их дает богатство! Забудьте долг, Боярский! Хотите золото? Тогда поклонитесь мне! Измена! А кто против, сожгу! Начались в муроме голод и мор, стинания и плач, и поставил змей идола, и стали ему поклоняться и служить. Бои! Где же мне? Столько денег там взял! Боярский, у нас теперь закон такой! Вы жалуетесь, что я задавил вас фоборами! Слушайте мой указ! Я разрешаю грабить и убивать! Спасибо тебе, добрый человек! Ну, что ж не пособить! Путь вам долгий предстоит! А что в муроме? Да погиб муром! Князем там змей поганый! Совратил народ, бояр подкупил, все церкви позакрывал и стукан себе поставил! Никаких законов не признает! Кто из людей богаче, тот и прав! Лишь бы карман набить! Утекла кровушка, а ему того и надо! Будто пьет он ее в три горла! Что? Говорю, что суши дракон! А все-то из-за князя их Петра! Бежал он со своей молодой женой! Говорят, что куща райски искать! Бросил там все! А как же мы, народ? А нам что делать? С этим, что ли, обезьяном оставаться? В муроме беда. Враг, что Павла сгубил, теперь на троне. Мне надо возвращаться. Нам. Нас позвать должны. Сейчас княжеством змеи отправят. Поверь, нас позовут, знаю. Люди добрые, если увидите князя Петра, передайте, что в муроме его просят. Да все! Петра беглеца ищут. Ну, и где же он? Фома! Ой, сам Петя. Эй, княже, тебя в муроме нижайше просят вернуться. Причаливай! Надеюсь, отец наш небесный будет с нами. И он гораздо ближе, чем ты можешь себе представить. Нам по ротам нельзя! Вот сюда! Да! Ага! 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 С�! Ура! Ура! Я здесь, в темнице, заперт. Влас, ты? И тебя под замок? Погибаем мы тут без тебя. Влас, как же супостат смог трон мой занять? Да потому что не человек он вовсе, а сущий змей. Он колдун. Тебе нужен Агриков меч. Где ключ от хранилища, Влас? Ключ у этой, Ираиды. А почему у Ираиды? Она правая рука, змеиная. Вдвоем тут правят. Вы знаете Ираиду. Добудьте ключ. Так, значит это мне. А это? А это в казну. Тетя, морковки не найдется. А ты откуда здесь? Проваливай отсюда, картавый. А вы картавости грех, грех козлов выручь. За помощь, охлона. Ой, ловите, ловите, ловите. Ай, украли. Украли ключ от хранилища. Кто украл? Так ведь бурундок с зайцем. Что? К нам пожаловали гости. Сгоните толпу. Нас ждет нескучный вечер. Петр, здесь повсюду колдовские ловушки. Смотри. Опять мы на том же месте. Без Агрикова меча нам с ним не справиться. Другого пути нет. Я должен с ним сразиться! Петр! Петр! Он колдун! Будь осторожен! Добудь Агриков меч! Вставай, князь! Вставай! Ну, рассказывай нам, зачем ты в Муром пожаловал. Что? Хочешь народ повеселить? Я не против. А то заскучали бы тут без тебя. Удумлен, князь? Давай же, будь посмелее. Еще! 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 Не боюсь! Еще! 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 Я тебя не боюсь! Еще! 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 Исша! Огля it woh Оля! Оля! Следующим rail Господи! Помилуй меня, господи! Агриков меч! Сдавайся, князь, брата! Где же Феврония? Кто бы хотела? Пётр, ты ещё можешь спасти свою жизнь? Поклонись мне, не переломишься! Пётр! Держи! Что? Что? Агриков меч! Все, Фёдор, я тебя уничтожу! Обернись, человечешка! Брось меч! И я пощажу её! А теперь поклонись мне, и вы свободны! Но ты обещал опустить Февронию! А я и не держу её! Но вот огонь не пускает! Что я наделал? Пётр, тебе решать! Всего один поклон! Поклонись! Спины не переломишь! Давай! Все должны подчиняться одному хозяину! Преклони колено! Ведь ты спасаешь жену! Ради Февронии! Скорей! Не надо! Тогда, глупец, ты разделишь её участь! Сила Лазар в любви и вере. Нет! Нет! Мой агурет! Мой! Мой! Так-так! Отдайте агурет! Агурет! Агуретик мой! Агурет! Отдай! 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 Не пойму, в чём же сила и секрет Меча-богатыря Агрика? Ты думаешь, без любви получилось бы победить идола? Сколько солнца в каждом взгляде, Сколько света и любви, Будем жить друг друга ради, Сердце так стучит грунт... А не рановато ли снег пошёл? Стой! Ему виднее! Стой! Князь! Казму украли! А где Фоман? А где Фоман? Стой! Новорачивайся! Ой, расшибёмся! Ой, стой! Тьфу ты! А где ж казна украденная? А чего сразу я? У вас же теперь Фоман казначеем! Придона это! Женихов наконец нашла! Девочки мои быстро всё собрали! Упустить можем! Женихи от нас ждать не будут! В темницу тебе дорога! А не на свадьбу! Моя Феврония! Мой Пётр! Дедушка, а они будут жить долго и счастливо? Да, станут примером вечной любви! А потом? Поживут и умрут в один день? Не умрут! А войдут в жизнь вечную! И будет наш народ почитать Петра и Февронию Как святых чудотворцев И покровителей Семьи и брака Все дороги и пути Не пройти Каждый должен свой найти Путь вдохновения Чтобы просто вместе быть И любить И в надежды превратить Все сомнения Посмотри в небо! Улыбайся солнцу! Отпусти печаль и боль! Не теряй веру! Доверяйся сердцу! Если в нем живет любовь! Кем бы ты ни был Поживет вдвоем Сердце вера, верность и любовь! Если вдруг настанет день Трудный день Свет в душе закроет тень Отчуждения У тебя всегда есть шанс Сделать шаг Самый важный первый шаг К примирению! Посмотри в небо! Улыбайся солнцу! Отпусти печаль и боль! Не теряй веру! Доверяйся сердцу! Если в нем живет любовь! Кем бы ты ни был Поживет вдвоем сердце Вера, верность и любовь! Вера, верность и любовь! Вера, верность и любовь! Отдых! Так ведь не смах! Это подчирное selective пожар! Верность и любовь! Верность и любовь! Верность и любовь! Постапhouses его обре십ище! Приграф chickens! Отдых! Приграф тему. Вера Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Никто не остановится после серебряной! После медной можно, как я вам и говорил, если бы вы... Сначала медная собака, она монет простых источник Избавит от нужды владельца, коль сможет он остановиться Вибро дающая собака закроет дымом горизонт! Огниво! Скорее туда! Упс! Почему тебя никогда не отказал? Ну! И в темной зависти утонет огниво жалкий обладатель Пока не вызовет собаку огнем, разящую вокруг! Заткнись, Упс! Где мы теперь увидим этот пожар? Хороших людей нет Полно! И гончар самый лучший! Чем же он лучший? У него деньги есть? Слава? Власть? Не нужно ему это! Это всем нужно! И гончару, и королеве! Все люди одинаковые! Неправда! Сияньем золото поглотит! Его безубережная алжность! Деньгами станет он питаться! Ну, а без них он в расуке! Он умрет! Какая глупая девчонка! Последняя огниво тайна! Еще тайна! Мокленные собаки! Они спалят все вокруг! Тайна! В чем? Вспоминай! Что еще может случиться? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...